Напомним, с 1 января этого года в России начала действовать новая система обращения с отходами. Сбором и вывозом мусора занимается региональный оператор. В Оренбурге программа реализуется уже в более 180 населенных пунктах. Всего в отрасли работают около 1000 человек. Водители, грузчики, сортировщики, диспетчеры и другие. Порядка 160 автомобилей ежедневно работают на линии. Внесено в ГРОР 12 полигонов, но в территориальную схему внесено только 11 полигонов. В принципе, только на них мы везем. Везем на сегодняшний день мусор. Совместно с Министерством природных ресурсов мы сейчас готовим изменения в территориальной схеме. Мы надеемся, что перечень этих полигонов расширен. Для жителей стали действовать тарифы за сбор и вывоз мусора. В городе многоквартирных домах норма ТКО составляет 31 килограмм на человека. В частном городском секторе 36 килограмм. Стоимость одного килограмма отходов составит 3 рубля 28 копеек. Сумма платежа будет зависеть от количества прописанных человек. Мы начисляем, выставляем счет, принимаем деньги и мы будем отвечать за уровень сбора. То есть через несколько месяцев, когда будет расти задолженность по услугам, энергосбыт будет осуществлять все свои стандартные процедуры по собиранию денег. Обзвоны клиентов, претензии и исковая работа. Что не к нам. Не к нам вопросы по качеству. Многих оренбуржцев мусорная реформа не оставила равнодушными. Жители считают, что норма мусора завышена. Люди стали проводить свои эксперименты, чтобы узнать, какую норму отходов они выполняют. Вот эти четыре пакета скопились у нас за три недели. Раньше мы за них заплатили 85 рублей. Сейчас мы за них должны заплатить почему-то 400. Побудило, во-первых, отсутствие информации. Кроме экологического аспекта какого-то и строительства небозримых будущих каких-то заводов полного цикла, информации, в принципе, больше не было. Ну, помимо того, что мы должны платить в пять, ну, практически в пять раз больше. Региональный оператор пояснил, что нормы были рассчитаны объективными методами. Данные для расчета тарифа собирали в течение года из восьми территорий области. Включены в тариф только перевозка и только захоронение на полигоне. И меньше, там порядка 10% идет расходы регионального оператора на сбор, диспетчеризацию и все, и все, и все. Никаких инвестиционных составляющих, к нашему большому сожалению, в этих тарифах не присутствует. В плане также строительство двух перерабатывающих комплексов. Один на востоке области и один в центральной части. Примерные сроки реализации – 2023 год. Екатерина Хига, Олег Берендеев, Градской телеканал ЮТВ.